Проект этот изначально задумывался очень давно, воплотился вот сейчас. Это первый для нашего клуба проект. Надеюсь, что наш клуб в этом отношении достигнет не меньших результатов. И главное настроить себя на работу. Задача для себя мы ставим максимально амбициозной. Я привлекла к этому проекту Инну Кононенко, ведущего диетолога Санкт-Петербурга, для того, чтобы максимально реализовать свои возможности, возможности своего организма. И надеюсь, что через месяц перед нами будут стоять счастливые, успешные женщины, которые прошли этот путь и на нем не остановятся, а будут продолжать. Потому что это очень важно. Эта встреча у нас посвящена как раз питанию, диетологии. Инна, которая разработала, обработав ваши анкеты, ваши бельгинозные анализы тела, выдаст каждой из вас свои рекомендации. Здравствуйте, дорогие участники проекта. Не первый мой такой проект. Были еще до этого проекта. Мы достаточно хорошие имели успехи по похудению. Был далеко не один килограмм. Поэтому, в принципе, даже пациенты, которые обращаются ко мне, как правило, эти 4 до 8 килограмм в месяц. Поэтому я думаю, что мы не ограничимся одним килограммом, тем более с учетом того, что у вас еще будут дополнительные энергетические нагрузки. Немножечко расскажу о СПИ. Я закончила Санкт-Петербурскую государственную медицинскую академию Немечникова. Закончила я весь отличие. После этого я всю свою жизнь посвятила диетологии. Уже 8 лет на работе диетолога. Я являюсь ученицей главного диетолога Санкт-Петербурга. И получала сначала в арбературе, потом в ручной аспирантуре. У меня диссертация по ожирению. Поэтому я достаточно хорошо знаю эту тему. И кроме того, что я диетолог, я имею еще вторую специальность – нутрициолог. Это достаточно редкая специальность в медицине. Вы практически не найдете нутрициологов в нашем городе. Что делает нутрициолог? Нутрициолог занимается обменом веществ. То есть я полностью знаю, что такое белково-жировое, углеводные, витамины и минеральные обменные веществ. Как они влияют на организм. И изменения в организме происходят при нарушении этих обменных веществ. Поэтому достаточно много я вам задавала вопросов в вопроснике. И, может быть, какие-то из них вам казались странные. Почему я это спрашиваю? Потому что любое заболевание в нашем организме связано с нашим питанием и с нарушением обменных веществ. Поэтому, конечно, когда я работаю на индивидуальных консультациях, все мои пациенты абсолютно четко сдают ряд анализов. И уже на основе анализа мы производим коррекцию ампциона, коррекцию нашего вообще образа жизни. Потому что вы должны понимать, что избыточная масса тела ожирения – это не косметическая проблема. И это не проблема просто вашего неправильного питания. Это проблема нарушения обмена веществ. Абсолютно четко, абсолютно всегда у нас нарушается углеводный обмен. И есть такое состояние, не знаю, смешивая про это или нет, называется «Инсулино-резистентность». Да, это нарушение углеводного обмена, при котором у нас глюкоза не может становиться источником энергии. И все, что им остается делать, это превратится в жиры. Поэтому моя основная задача, чтобы, конечно, у вас было выстроено правильное питание. И я подготовила для каждой из вас индивидуальное мнение, по которому вы будете питаться. Но кроме этого, я вам дам уже такие небольшие рекомендации по лечению нехилеводной резистентности. Насколько я могу это сделать, не в рамках индивидуальных консультаций, да, и без учета анализов. То, что я вам могу предложить. Также я хотела обратить ваше внимание, что вы не просто так делали анализ по геологиданции. Поэтому я советую вам эти результаты вашего геологиданца хранить всю жизнь. Да, почему всю жизнь и периодически геологиданц сделать. Не просто вы закончили этот проект, сделали его один раз, да, и сделали его через месяц. Сделайте геологиданц через 5-10 лет и посмотрите, сколько у вас может. Это очень интересно узнать, потому что у нас есть такое понятие сортопеническое ожирение. Когда мы в процессе ожирения начинаем набирать жировую ткань, при этом теряем мышечную массу. Это сейчас серьезная проблема. И в старости мы все меньше и меньше имеем мышц, и все больше и больше жировой ткани. При этом у нас вес даже находится в одних и тех же пределах. То есть вы живете в одном и том же весе, да, но при этом мы видим, что в этом весе у вас жира стало больше, а мышц стало меньше. Почему? Потому что есть вот это состояние насильной резистентности, да, которое мы не можем вылечить просто питанием или просто спортивными тренировками, да. То есть мы можем сделать одно и другое, но всегда лучше, когда мы лечим энциденную резистентность и предотвращаем вот этот процесс образования вылеводов из белков, да. И при этом мы с тобой прекращаем терять мышечную массу. Поэтому если вы сравните после своей геологиданцией, потом увидите, что мышцы ваши куда-то уходят, значит, это повод обратиться на индивидуальную консультацию. Посмотреть, что ваш механизм не так, почему у вас белки расходуются, да, и как сделать так, чтобы они у вас больше не расходовались. Я вам дам достаточно хорошее количество белка. Это 1,1 грамма на килограмм веса тела. Это то количество белка, с которым я работаю для того, чтобы у вас не уходила мышечная масса. Но в том случае, если у вас этот процесс включен, да, образование углеводов из белков, просто я не могу это понять, потому что я не видела ваших анализов, да, то вы можете потерять мышечную массу. И я видела много раз, когда, например, я должен спать смены, взять по 2 грамма белка на килограмм веса тела и обращаются ко мне. Я говорю, почему у меня мышцы не нарастают? А что происходит-то? Так я объясняю, что для того, чтобы нарастали мышцы, нужно не просто так вот есть белок, да, по 2 грамма, по 3, по 4, нужно смотреть, а как синтезировать этот белок в организме из того белка, который вы где-то съели, да, и по факту не расходуется ли этот белок куда-то на другие мышцы, вот. Поэтому, если вы, допустим, в конце проекта увидите, что вы потеряли мышечную массу, то я вам все-таки советую заняться этим вопросом и пройти уже более обновленное обследование в белонаре. Вы вообще не увидите в моем меню каких-то особенных продуктов, какого-то какого-то косового или ментального молока или кто-то писал на секретаре себе деревьев, да, у меня вообще никогда не знали, ни в одном меню не было всех деревьев. На самом деле, никаких экзотических продуктов, то есть все продукты, которые есть в моем меню, это самые обычные продукты, которые продаются в любой пятерочке, да, в любом другом обычном магазине, не требуют каких-то посещений в детических магазинах, и, в общем-то, меню, которое я составила, у нас есть вся ваша семья, и не что-то такое особенное. Просто те, кто просили более легкое меню, да, для приготовления, ну, там уже сами выбрали, да, но, может быть, не всегда там очень вкусно, да, чтобы полегче приготовить, а кому-то я делала более интересное меню, и там больше блюд разнообразных, я вам давала рецепты об этом блюдам. И, конечно, кто, например, на самом деле худеет, я каждый месяц даю новое меню, и я меняю всегда блюда в этом меню, чтобы вам было интересно, потому что, конечно, процесс поведения – это не месяц. Если там, как ты управляешь, 20-30 килограмм, то, конечно, это там полгода, в некоторых случаях, больше. Я просто, конечно, не заставляю вас думать об этих цифрах, не заставляю вас их считать, этим занимаюсь я, именно поэтому все мои пациенты питаются по индивидуальному меню, потому что я считаю, что, по всему, я работаю за вас все это считать и думать, как должен быть выстроен ваш рацион, потому что это мое выстроенное мнение, что вы сами не знаете, как нужно питаться. И я никогда, наверное, ни одного у меня в своей жизни не работала с пищевыми глювниками, потому что, ну, просто не вижу в этом смысла, да, в данном случае просто вас изменил, и вы честны все перед собой. Вы его либо соблюдаете, либо вы его не соблюдаете. Если вы его соблюдаете частично, значит, это уже, как бы, у вас будут хуже результаты, да. А введение пищевых дневников – это, ну, это всегда повод и для вас отклониться, и повод диетологу идти от ответственности, да. Ну, вот в эту силу не то, поэтому вы не похудели. То есть, тоже такой вопрос, поэтому я все-таки говорю, что есть меню, и, ну, да, импл. У меня, в принципе, все мое лечение – это всегда только пакогенетическое лечение, да, то есть я вижу причины, а причина у нас в инсулинорезистентности, да, и я уже воздействую на вот эту причину. За счет этого у нас уровень инсулина снижается, уровень глюкозы снижается, да, и все остальное. Поэтому, просто опять-таки, почему выращаюсь к обмену веществ, потому что некоторые пациенты даже думают, что, ну, я же уже похудел, у нас уже идеальный вес, почему мне все еще нужно какую-то, там, поддержку, да, с психологически активными добавками проводить. Ну, я объясняю, что просто вы с инсулинорезистентностью жили 10, 20, 30 лет, да, по путили мы с вами, там, за полгода, там, или меньше, в зависимости от того, какого у нас исходный вес. Но, чтобы вылечить инсулинорезистентность, нам потребуется больше времени. Есть еще одно понятие, которое уже относится к белкам, да, это вопрос по способу приготовления мясных продуктов, потому что существуют такие продукты при полисе белка, которые тоже оказывают плохое воздействие на организм, и поэтому, например, там, длительное запихание мяса, как, например, приготовление буженины, да, когда мы, в принципе, салют, украина плоха, там уже образуются вот такие продукты распада белка, которые верны для организма. Вот сейчас самым лучшим способом, когда мы не подозреваемые продукты, это является длительное запихание в небольшом количестве воды, мы видим, как это недлительное запихание, порядка 30-ти салютом в поддоне с водой, да, или, например, в фольге, там, в рукаве, здесь очень какой-то количественный продукт будет у нас содержать. То есть я не заставляю готовить каждый день, я буду говорить, что я каждый день готовлю, я готовлю на 2-3 дня, да, и вы можете по меню 1 дня готовить так же на 10 дней. Но тоже для вас, то есть вы выбрали какой-то день, идите четко по этому дню, вы выбрали с одного дня, с другого дня, да, ну, сейчас я посмотрел, так по калориям, потому, да, вы не посмотрели, потому что есть белки, кроме калорий, да, есть еще много разных нюансов, поэтому не надо смотреть, то есть ваш издатель после вашего снижения, мы и на вслед. День, два, пять раз в день, примерно каждые три часа, вы можете делать с перерывами на прямом, еще больше, чем три часа, если вы там работаете, да, у вас нет возможности, допустим, физически поесть, или там, в тренировке, вы можете делать с перерывами 4-5 часов разово, с учетом вашего дня, потому что все продолжаются спать в разное время, у меня нету понятия, мы не едим после шести, да, если вы ложитесь в 3 часа ночи спать, то есть после шести, это, ну, это просто не про вас, если вы ложитесь спать в 9 вечера, то, конечно, я вам скажу, не едим после шести, да, но, к сожалению, нас мало кто ложится спать в 9 вечера, поэтому, в принципе, за два часа сна вы можете поесть, чем больше, что у вас последний миллион пищи не такой большой, и он абсолютно четко устраивается, основной принцип, по которому построено мое меню, основные миллионы пищи у вас выходят на первую половину дня, да, с утра мы едем больше, к вечеру мы начинаем есть меньше, так мы больше насыщаемся, практически на каждый миллион пищи у вас идет белковая еда, и это очень важно, чтобы белок начал у нас поступать с самого утра, да, то есть никаких овсянок на молоке, это то, что не задерживает белок, это не наши варианты завтрака, да, плюс я предлагаю, управляла на первую половину дня весны продукты, на вторую половину дня молочные, потому что кальций у нас усваивается в второй половине дня, и молочный белок, он на вторую половину дня, так скажем, проще усваивается будет, чем мясной, потому что мясной белок более длительно требует переваривания, поэтому, чтобы желтостный ксистый тракт не напрягался к вечеру, да, я все-таки предлагаю, больше первых половин дня. Плюс, для того, чтобы похудеть, я рекомендую это в ночные дни, а в ночные дни для меня голодные. Это дни просто перед определенной сочетания продуктов. Они на самом деле легко переносятся, они несложны, просто будет снижена в два раза. Эти дни мы делаем два раза в неделю. Вы можете в три раза в днях в неделю, когда у вас нет тренировок, занятий, или вы можете на три дня готовить, делать расходы. Как вам удобно? Кто говорит, мне запарно делать по работе, мне проще делать разумные, я не успел приготовить, кто-то устраивает какие-то графики. Как вам удобно? Старайтесь, чтобы два раза в неделю они у вас были. Поехали. 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 Прораблять. Продолжение следует...